всем привет продолжаем играть fallout и я продолжаю зачитывать полезную информацию из книги совершенный код стива маконова большая такая красная книга поэтому здесь у вас нет большой такой красной книги на которой написан написано совершенный код обязательно купите потому что иногда мои зачитывания очень и очень некачественны только потому что достаточно сложно зачитывать пропускать то что не получится зачитывать да и еще и играть типа играть fallout ну если вы это смотрите знаешь вам принципе такой формат подходит сегодня начнем новую главу глава 14 операторы и и и вот тут я не знаю насколько будет хорошо происходить это зачитывание потому что здесь много всяческих примеров много всяческих примеров я думал пропустить но дело в том что даются комментарии но довольно таки толковые комментарии поэтому попробую попробую читать если все будет очень плохо то тогда ну перейду какой-то такой главе где больше текста чем примеров кода так для начала загрузимся я стал короче чемпионом по боксу я без вас стал я тогда запись прекратил прошу раз еще короче поездил туда-сюда и стал чемпионом это было долго мучительно но все таки делал плюс я там еще убил марина ну как я убил его я ему винта вколол я взял в руку винт вколол ему этого винта и он от передозировки помер и он помер от передозировки и теперь теперь я бы я тут сейчас еще пока побегаю ну а как раз пока буду бегать буду зачитывать я взял новый уровень у меня там получилось какая-то способность увеличить силу я и увеличил также увеличил тяжелое оружие навык ну еще тут и ездил туда-сюда продавал шмотки прикупил вот ружь баечку ну там еще в багажнике машины лежит так ладно глава 14 то есть в общем это все называется тут тут 14 15 16 17 18 19 главы они в общем называются операторы это часть 4 ну а в частности 14 глава это организация последовательного кода организация последовательного кода так ну и тут сразу какой-то пример вот я думаю зачитывать его не зачитывать короче написано операторы следующие в определенном порядке это начинается так под глава так вот проще всего организовать такие выражения для которых важен порядок следования и тут такой пример дата равно read data потом results равно calculate results from data и туда передается дата и print result который ну функцию передается result то есть здесь каждый порядок следования очень важен это хорошо и что тут нам говорит стив макконнелл об этом написано если только в этом фрагменте кода не произойдет нечто непонятное выражение должны выполняться в указанном порядке данные должны быть прочитаны прежде чем результаты могут быть вычислены а результаты должны быть вычислены прежде чем их можно будет напечатать основная идея этого примера состоит в зависимости так третье выражение зависит от второго а второго второе от первого а факт зависимости одного выражения от другого в этом примере понятен из имен методов из имен методов так и вот здесь такой пример где зависимости менее очевидны и в этом случае квартальный доход вычисляется в предположении что месячные доходы уже подсчитаны знание бухучета даже в общих чертах может вам подсказывать что квартальные доходы должны вычисляться перед годовыми это зависимость но при простом прочтении кода она не видна и здесь еще один такой пример в котором зависимости не просто не очевидны а буквально скрыты и здесь вызов происходит пяти функций ну или методов и сейчас их зачитаю compute-маркетинг-экспанс compute-сейлс-экспанс compute-travel-экспанс compute-персонал-экспанс и дисплей-экспанс-саммари допустим compute-маркетинг-экспанс инициализирует переменные члены класса в которые все остальные методы помещают данные в этом случае его нужно вызвать перед остальными методами как это узнать при прочтении кода исходя из того что вызовы методов не содержат параметров вы могли бы предположить что каждый из этих методов использует данные класса но вы не можете знать это наверняка прочитал этот код если зависимости между выражениями требует размещения их в определенном порядке требуется дополнительные действия чтобы сделать на зависимости явными организуйте код так чтобы зависимости были очевидными в предыдущих примерах точнее предыдущем примере компьютер-маркетинг-экспанс не должен инициализировать классовые переменные имя метода предполагает что компьютер-маркетинг-экспанс работает аналогично не понял как так получилось а а чё это он стрельнул а ты чё бык вот быдло еще раз это чё получается даже не знаю что получается но на всякий случай давайте патрончики заряжены а чё не так то нереально в чем проблема я только подошел а а ну-ка сейчас 5 сек еще раз ну вот иду себе иду курю такой о двери нету ну как бы забора вот здесь такой думаю чтобы не зайти такой о привет ребята проваливай тебе и твоей семье тут не рады ой собака кусать сразу чё проваливать чё сразу проваливай о ого не ребята надо загрузиться короче так поймаю тут в любом случае сейчас надо с ними с ними воевать ладно у меня здесь винтовочка и дети туда же чьи детей придется убивать йоги палки шоем я шим ничего не сделал я убил бишопа убил вот этого сальвадора убил еще одного это это поймаю еще одна семья ладно падлы сейчас я приду так ладно так вот имя метода предполагает что там компьютер маркетинг экспанс работает аналогично компьютер сайлз экспанс а компьютер трава экспанс только с маркетинговыми данными они с данными о продажах или других расходах то что компьютер маркетинг экспанс инициализирует переменные члены класса случайность которую следует избегать почему инициализация должна выполняться в этом методе они в двух других пока вы не сможете придумать хорошую причину для этого инициализацию классовых переменных следует осуществлять иным методом например инициалайз экспанс дата имя метода явно указывает на то что он должен быть вызван перед другими расчетами расходов называйте методы так чтобы зависимости были очевидными в этом примере который был метод компьютер маркетинг экспанс назван неправильно поскольку он делает больше чем просто вычисляет расходы на маркетинг он еще инициализирует члены класса если вы против создания отдельного метода для инициализации данных дайте по крайней мере методу компьютер маркетинг экспанс имя описывающие все выполняемые им функции все выполняемые им функции так где мне патрончики были вот и и и и наверно вот это еще в данном случае компьютер маркетинг экспанс энд инициалайз мембардата будет более адекватным именем вы можете сказать что имя это имя ужасно потому что слишком длинная но она описывает то что делает метод и вовсе не ужасно ужасен сам метод так это 762 мне патронов нет под 762 тогда возьму я еще просто просто чё про листа уже на походу вот так для него надо по моему тоже 223 да не 5 5 миллиметров а не то ладно ложим обратно и так что мы имеем мы имеем вот такую крутую винтовку вот такая крутая винтовка сейчас попробуем ее в деле я ее прикупил но я еще ни разу не пробовал вот сейчас на этих мудаках испробуем так пойду я чуть-чуть другим путем чтобы быстрее было так используйте параметры методов чтобы сделать зависимости очевидными возвращаясь к этому примеру который у нас уже был можно сказать что поскольку никакие данные между методами не передаются неизвестно используют ли методы одни и те же данные переписав код так чтобы происходила передача данных вы сообщаете что порядок выполнения имеет значение ну например если мы предыдущий пример добавим передачу в во все функции к примеру экспенс дата то это может навести на мысль что все эти методы могут работать с одними и теми же данными и что порядок выражений может быть важен так дальше документируйте неявные зависимости с помощью комментариев попробуйте во первых написать код беспорядковых зависимостей во вторых написать код который делает зависимости очевидными если вам все еще кажется что зависимости видны недостаточно ясно задокументируйте их документирование неявных зависимостей один из аспектов документирования допущений сделанных при кодировании что необходимо для написания систем пригодных для сопровождения и модификации да кто меня стреляет кто это а это вот этот на 40 процентов не поняла чё только очередью может лупашить охренеть это сколько он патронов тратит у вот это винтовочка ребятки патрона походу надо немало но а куда это не побежали у них походу здесь где-то обходной путь или чё давай валите на дети не хочу вас убивать я теряю 10 а за что почему я потерял 10 из кармы скажите мне вы теряете почему походу ребятки походу и сейчас не буду убивать потому что я теряю карму но они сами начинают воевать блин ладно крутая винтовка очень крутая так проверяйте зависимости с помощью утверждений или кода обработки ошибок если последовательность кода достаточно критично вы можете использовать утверждение или статусные переменные и код обработки ошибок чтобы задокументировать необходимый порядок так так что то что то бы мне скинуть карту кстати какую-то нашел карта налетчиков зачем она и пойти еще там у меня есть дела на этом одну семью убил на там еще куча вещей валяется так ладно идем дальше что тут по книге идет операторы следующие в произвольном порядке вам могут встречаться ситуации когда кажется что порядок выполнения нескольких выражений или нескольких блоков кода не имеет значения одно выражение не зависит от другого и логически из него не следует но поскольку упорядоченность влияет на читабельность производительность и качество сопровождения вы можете использовать второстепенные критерии для определения порядка следования выражений или блоков кода главный принцип это принцип схожести располагайте взаимосвязанные действия вместе да вот вот тут куча шмоток валяется которое надо как я не могу взять мусор а вот эти чё кровью залито на походу походу до боленко что же делать ладно 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 тогда я это выкину это тоже выкину это тоже выкину так размещение кода для чтения сверху вниз основная идея в том что необходимо позволить читать программу сверху вниз а не перескакивая с места на место эксперты согласны что порядок просмотра кода сверху вниз способствует улучшению читабельности однако простого размещения последовательности команд сверху вниз недостаточно если тому кто читает ваш код приходится просматривать всю программу в поиске необходимой информации то такой код нужно реорганизовать группировка взаимосвязанных выражений размещайте взаимосвязанные выражения вместе они могут быть связаны так как работает с одними и теми же данными выполняет схожие задачи или зависят от порядка выполнения друг друга есть хороший способ убедиться что взаимосвязанные выражения хорошо сгруппированы распечатайте текст вашего метода обведите рамкой взаимосвязанные выражения если они хорошо упорядочены то вы получите картинку где эти рамки не пересекаются если же эти рамки пересекаются значит ваш код упорядочен плохо и контрольный список по поводу организации последовательного кода так сейчас сохраняется а способствует ли код выявлению зависимости между выражениями способствует ли имена методов выявлению зависимости способствуют ли параметры методов выявление зависимости описывают ли Комментарии такие зависимости, которые иначе не будут явными. Используется ли вспомогательные переменные для проверки последовательных действий в критических частях кода? Возможно ли прочтение кода сверху вниз? Сгруппированы ли вместе взаимосвязанные выражения? Перенесены ли относительно независимые группы выражений в отдельные методы? И ключевые моменты. Главный принцип организации последовательного кода – упорядочение зависимостей. Зависимости должны быть сделаны явными с помощью хороших имен методов. С помощью хороших имен методов, списков параметров, комментариев и, если последовательность кода достаточно критична, с помощью вспомогательных переменных. Если порядковой зависимости в коде отсутствует, старайтесь размещать взаимосвязанные выражения, как можно ближе друг к другу. Так, я попробую выкопать могилу. Сейчас я сохранюсь, потому что если буду получать, ну типа могила-копатель или как там, то вы теряете 5 единиц кармы. Да. Значит, пока я рыцарю... Ну, смотрите, тут можно понаходить кучу всего. Но мне это не надо. Значит, сейчас пойдем на конюшню. Если там ничего не светит, то поеду в дыру. Там еще осталось, помните, я Вика освобождал. Рейдеры. Вот я их поубиваю. Нормальная тема. С такой винтовочкой издалека, я думаю, я их всех перебью. Сейчас еще сюда на конюшню зайду. Так, и глава 14 закончилась. И глава 15 начинается. Условные операторы. И что у нас тут написано? Операторы IF. Так, в зависимости от выбранного языка программирования, вы можете использовать несколько операторов, видов операторов IF. Простейший из них это IF или IF-THEN. Операторы IF, THEN, ELSE немного сложнее. А наибольшую сложность представляют последовательности IN, IF, THEN, ELSE, IF. Итак, простые операторы IF-THEN. Следуйте этим правилам при написании IF-выражений. Ну, сейчас посмотрим, что это за правило. Сначала напишите код номинального хода алгоритма, затем опишите исключительные случаи. Пишите код так, чтобы нормальный путь выполнения был очевиден. Убедитесь, что нестандартные обстоятельства не затмевают смысл основного алгоритма. Это важно, как с точки зрения читабельности, так и с точки зрения производительности. Убедитесь, что при сравнении на равенство Ветвление корректно. Использование больше вместо больше равно или меньше вместо меньше равно это аналог ошибки потери единицы при обращении к массиву или вычислении индекса цикла. Чтобы ее избежать, в операторе цикла следует рассматривать граничные точки, а в условных операторах учитывать случаи равенства. Размещайте нормальный вариант после if, а не после else. Пишите код так, чтобы нормальный вариант развития событий обрабатывался в первую очередь. Это совпадает с главным принципом размещения действий, являющихся результатом выбора, как можно ближе к точке этого выбора. Так, я там по поводу игры, я там с этим Майроном решил пока ничего не делать. Я когда тут играл, ну как играл, то игрывал обычно, после записи я там говорю, что дальше я что-то сам еще доделаю. То мне там один рассказал, что этот Майрон придумал винт, но к нему никак не попадешь. Поэтому я думаю, я почитаю где-то на Вики, если будет время. Ну точнее, когда будет время, тогда я почитаю. А когда я почитаю, тогда я уже туда пойду и что-то с этим Майроном сделаю. Возможно, можно как-то пройти. Возможно, этих можно напоить, либо обколоть их винтом, либо еще как-то, ну короче, пробраться к этому Майрону. А дальше, что дальше? Дальше посмотрим. Может быть он полезный, а может быть он просто там, ну он как бы для чего-то ж есть, он там стоит, отдельный персонаж, значит, как-то ж можно к нему, наверное, пробраться, поговорить, выпить, закусить, не знаю. Так, сейчас я пришел, куда я пришел? В дыру. Ну, что-то я не понял. А этот, сейчас я пойду в этот, техработорговцев попробую поубивать. Ну и продолжим читать дальше. По поводу ИФА, это очень правильное замечание, что сначала должны быть обработка правильных, ну, ситуаций, да, там. К примеру, очень плохо, когда, ну не то, что очень плохо, но затрудняет нормальное чтение, это когда ИФ, там, статус равно статус эрор, ЗЕН, что-то там. Иначе, типа нормальная ситуация. Лучше наоборот. Если статус не равно статус эрор, знаешь, мы обрабатываем нормальную ситуацию. Иначе уже ошибка. Так, размещайте осмысленные выражения после оператора ИФ. Вот, да. То есть, желательно, ну это повторение, да. Так, информацию. О, правда, почему выпивка в Бекке настолько дешевле? А вы если не пробовали? Ладно, я вы есть. Так я же был там. Она гонит, да, я же помню. Я в подвале лазил, у нее там аппарат. Нет, у меня есть идея получше. Закупайте выпивку у нее, это дешевле, чем дюрина, так что вы останетесь. Опа, вот так вот, на ровном месте, на ровном месте я получил 1300 опыта и 70 единиц кармы. Вот так. И раньше, помните, он злой был на меня, сейчас он нормальный. Соответственно, я думал, эта семья райта, или как их, ну куда я бегал, они тоже со временем подобреют, и все будет нормалек. Так, а этих пойду убивать, работорговцы. Так вот, по поводу размещайте осмысленные выражения после оператора if. Иногда можно встретить такой код, if, сам тест, точка запятой, иначе делаем что-то. Опытные программисты не станут писать такой код, хотя бы за тем, чтобы избежать лишней работы по вводу пустой строки и оператора else. Этот код выглядит глупо и может быть легко улучшен путем отрицания предиката в выражении if. Перемещение кода из блока else в блок if и удаление блока else. И вот как это будет выглядеть после таких изменений. If, отрицание сам тест, то что-то делаем. И все, нету никакого лишнего else. Так, а теперь-ка я попробую повоевать с этими ребятками. Винтовочку. Сохраняемся. Да, винтовочка крутая, конечно. И валим, валим вот этого. Бух-бух-бух. Ну, нормально. Так, рассмотрите вопрос использования блока else. Если вы считаете, что вам нужен простой оператор if, подумайте, может вам на самом деле нужен вариант с if, then, else. Классический анализ General Motors показал, что в 50-80% случаев использование операторов if следовало применять и оператор else. Одна из причин добавления блока else, даже пустого, в том, чтобы продемонстрировать, что вариант с else был учтен. Конечно, кодирование пустых выражений в else, просто для того, чтобы показать, что этот вариант рассмотрен, может быть преувеличением. Но, хотя бы принимайте вариант с else во внимание. Если вы задаете и в проверку, не имеющую блока else, то, кроме очевидных случаев, пишите в комментариях объяснение, почему else отсутствует. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, я случайно убил наркомана. Плохо это или хорошо? Блин. Ну, а что он подлез? Падла, падла, подлез. Надеюсь, никто на меня больше не согрится. Так, проверяйте корректность выражения else. При тестировании кода вы можете решить, что достаточно проверить основной блок if и все. Однако, если можно проверить вариант else, не забудьте это сделать. Не забудьте это сделать. Проверяйте возможную перестановку блоков if и else. Частая ошибка при программировании выражений if then состоит в размещении кода из блока if в коде else, то есть инвертирование логики выражений if. Проверяйте ваш код на наличие этой ошибки. последовательность операторов if then else. Если язык не поддерживает операторы кейс или поддерживает их только частично, вам часто придется писать последовательные проверки if then else. К примеру, код распределения символов по категориям. то есть это может быть вот так вот. там проверка если какой-то символ меньше space то там что-то делается else if то делается другое. Упрощайте сложные проверки с помощью вызова логических функций. Одна из причин по которой код сложно читать в том, что проверки категорий ну в данном случае был пример символов довольно сложен этот код. Для улучшения читабельности вы можете заменить их вызовами функций возвращающих логические значения. Так размещайте наиболее вероятные варианты раньше остальных. Поместим в начало наиболее часто встречающиеся ситуации вы минимизируете то количество кода обрабатывающие исключительные случаи которые придется прочитать при поиске обычных вариантов. Вы увеличите эффективность потому что уменьшите число проверок выполняем их кодом в большинстве случаев. Так мне тут надо перезарядиться подлечиться и пойти воевать с ними дальше. Не классная винтовка вообще очень крутая очень и очень крутая мне тяжелое оружие это не надо с такой винтовкой на самом деле так а где эти штрихи ух ты нету их а вон он стоит нормально так и что у них ничего нету есть это все продадим так отходим и стреляем сколько их там много еще о круто блин просто офигенная винтовка так 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 на чем я тут за остановился так размещайте наиболее вероятные варианты раньше остальных поместив в начало наиболее часто встречающиеся ситуации вы минимизируете то количество кода или это я уже читал елки-палки читал ладно сейчас я перезаряжусь так убедитесь что учтены все варианты закодируйте в последнем блоке else сообщение об ошибке или утверждение чтобы отловить ситуацию которая вы не планировали это сообщение об ошибке предназначено скорее вам а не пользователю так что сформулируйте его соответственно кстати тоже хороший совет на самом деле вот иногда бывает такая ситуация но у меня такое я думаю у вас тоже такое происходило вот вы пишете if а в а оттуда в принципе нечего ставить там татат туда ну как бы и не дойдет на самом деле не так я иногда делал там либо wealth assert тулил и иногда бывало следующее редко но у меня срабатывало assert ну бывало такое и хорошо что я этот assert ну как бы после вот таких вот случаев я начал делать так всегда ну тулить assert и потому что ты делаешь делаешь потом раз такой неожиданно казалось бы уже все сделано вылазит assert ты ключ что такое смотришь это блок else который ты вообще думал что никогда не сработает но ты его поставил для того чтобы а вдруг а вот это а вдруг ты ставишь ну как бы только потому что накапливается какой-то опыт и ты понимаешь что все может ой-ой-ой-ой произойти блин я думал там все мертвые уже так вот так что вот этот с последним блоком else очень дельное замечание валим-валим-валим я сейчас свалю отсюда перезаряжусь подлечусь и продолжим так замените последовательности if-then-else другими конструкциями которые поддерживают ваш язык программирования некоторые языки программирования предоставляют оператор кейс поддерживающие строки перечисления и логические функции используйте их они проще в написании и чтении чем цепочки if-then-else операторы кейс оператор кейс или свитч конструкция сильно варьирующаяся от языка к языку ну она сильно да варьирующаяся от языка к языку c++ и java поддерживают кейс только для порядковых типов рассматривая по одному значению за раз есть языки которые поддерживают кейс для порядковых типов и представляют мощные средства для обозначения диапазонов и комбинаций значений многие языки сценариев вообще не поддерживают кейс итак выбор наиболее эффективного порядка вариантов организовать порядок следования вариантов в операторе кейс можно по-разному если выражение кейс невелико и содержит только три варианта и три соответствующие строки кода то выбранный порядок большого значения не имеет однако ух ты полторы тысячи опыта потому что я убил главу гильи круто однако в случаях длинного оператора кейс скажем обрабатываются десятки различных событий в программе управляемой событиями порядок следования достаточно важен ну и давайте рассмотрим способы упорядочивания чё-то у этого главы в карманах какой-то мусор ничего полезного ничего синьки не чешу дороже я не помню это тоже не дешево по-моему ружьишко ладно положу пистолет сюда а это сюда во сейчас разрядим а чё на я там перекидывал кстати своим рабам всё это ну каждому по оружию раздал вот эти патрончики Вику пригодится по-моему у Вика у Вика так сохраняемся блин нормально вот 1300 опыта получил сейчас ещё убил этого получил 1500 уже 2 там с чем-то а сейчас там рабов я освобожу тоже по-моему получу опыт нормально тема надо побегать ещё по старым селениям может я ещё не всё выполнил так чё у нас тут опа опа извините извини друг но а не понял а как а как а чё я не могу стрельнуть цель заблокирована как она заблокирована так ладно упорядочив упорядочивайте варианты по алфавиту или численно если все варианты равнозначны их размещение в алфавитном порядке улучшает читабельность в этом случае нужный вариант легко выбрать из группы если у вас есть один корректный вариант и несколько исключений поместите правильное значение первым отметьте в комментариях что этот вариант является нормальным а все остальные исключительными отсортируйте варианты по частоте если у вас есть один корректный вариант и несколько исключений поместите правильное значение первым отметьте в комментариях что этот вариант является нормальным а все остальные исключительным блин я опять то же самое прочитал извините глаза туда-сюда туда-сюда так отсортируйте варианты по частоте поместите наиболее часто встречающиеся случаи в начало а более редкие в конец списка этот подход имеет два преимущества первое читатели легко обнаружат ситуации встречающиеся чаще всего второе при сканировании списка в поисках определенных значений скорее всего будут требоваться наиболее часто встречающиеся варианты поэтому их размещение в начале кода сделает поиск быстрее так советы по использованию операторов кейс сделать обработку каждого варианта простой код связанный с каждым вариантом должен быть коротким краткость позволяет сделать структуру оператора кейс прозрачнее ёлы пал оружие крутое но я все патроны истратил неожиданно если действия предпринимаемые для какого-то варианта слишком сложны напишите метод и вызывайте его а не размещайте весь код прямо в блоке кейс не конструируйте искусственные переменные с целью получить возможность использования оператора кейс оператор кейс следует применять для простых данных которые легко разбить на категории если ваши данные нельзя назвать простыми используйте цепочки if then else так используйте вариант по умолчанию только для обработки настоящих значений по умолчанию порой когда остается единственный вариант вы решаете закодировать его как вариант по умолчанию заманчиво но неразумно вы лишаетесь автоматического документирования предоставляемого метками оператора кейс и теряете возможность определения ошибок с помощью варианта по умолчанию такие операторы кейс подвержены ошибкам при модификации если вы используете настоящее значение по умолчанию то добавление нового варианта тривиально вы просто дописываете новую метку и соответствующий код если же значение по умолчанию искусственно провести изменения сложнее вам придется добавить новый вариант возможно сделать его новым умолчанием затем поменять прежний вариант по умолчанию так чтобы он стал обычным вариантом поэтому изначально используйте только настоящее значение по умолчанию так используйте вариант по умолчанию для выявления ошибок ну кстати да это по поводу того же этого else то же самое в кейс есть дефолт то там точно так же в дефолт если вы думаете что никогда туда не попадет ну пропишите туда на всякий случай ассерт по мере развития программы и улучшения да то если ассерт сработает будет очень хорошо если не сработает ну ассерт там всегда будет и вы всегда даже уже на стороне клиента если программа свалится к примеру то вы будете знать почему и вот вам этот ассерт всегда об этом ну всегда поможет узнать где же произошло падение так давайте его добью так 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 ну и контрольный список использования условных операторов операторы ifzen очевиден ли номинальный путь выполнения кода правильно ли выполняется ветвление при проверке ifzen на равенство присутствует и задокументирован ли блок else корректен ли блок else правильно ли расположены блоки if и else нет ли инверсии следует ли нормальный вариант после if а не после else так и и и и и контрольный список вопросов по последовательности if then else преобразуются ли сложные проверки вызови логических функций проверяются ли наиболее вероятные случаи первыми все ли варианты учитываются является ли последовательность if then else if лучшие реализации или лучше использовать оператор кейс и список вопросов по кейсу разумно ли отсортированные варианты в операторе кейс сделаны ли действия выполняемые для каждого варианта простыми например с помощью преобразования в методы в случае необходимости проверяет ли оператор кейс реальную переменную а не искусственно созданную приводящую к неправильному использованию оператора кейс корректны ли значения обрабатываемые в блоке по умолчанию используется ли блок по умолчанию для выявления ошибок и сообщения о непредвиденных ситуациях в языках cc++ или java содержит ли каждый блок кейс команды для выхода но в данном случае break то есть не допускайте проваливания ну то есть имеется ввиду когда кейс без без брейка тогда у нас идет так называемое проваливание что не очень хорошо то есть переход к следующему кейсу и так далее так и ключевые моменты в простых выражениях if else обращайте внимание на порядок блоков if и else особенно если они обрабатывают множество ошибок убедитесь что номинальный вариант прослеживается ясно для последовательности if than else и операторов кейс выбирайте порядок позволяющий улучшить читабельность для перехвата ошибок используйте блок по умолчанию в операторе кейс или последний блок else цепочки операторов if than else управляющие конструкции неравнозначны выбирайте конструкцию наиболее подходящую для данного участка кода ну и на сегодня все в следующий видео продолжим продолжать и там у нас будет глава 16 циклы ну и так дальше короче поэтому на сегодня все всем спасибо за внимание подписываемся делимся ставим лайки там комментируем и все такое а я пока 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 тут еще пробегусь сейчас все подберу освобожу рабов рабов освобожу пошарюсь по хате может что-то найду полезное сейчас мне еще опыта дадут давайте посмотрим посмотрим карму карму в дыре смотрите вообще спаситель проклятых ничего себе великий герой профессиональный боец приближенный марина а ну да я же этот чемпионом стал кламат дыра боготворят гека благотворят мод модок принимает надо кстати там походить помочь старушкам там такое так юрина боготворят в рокинг хиллз боготворят аббатство любят короче в принципе везде меня ну бежище 15 я туда один раз зашел то есть я с такой с хорошей кармой играю закрыто да ладно можно сломать так что-то фпс опять просело что-то двери не открываются о открылись о о о что-то там а это что такое книжный шкаф 200 монеток ну это такое ни о чем но пригодится давайте книжечку прочитаем пули и пушки по-моему она мне уже ничего не даст ну никаких там бонусов так ну освобождаем рабов рабы вы свободны можете идти так так я получил сколько тут написали 1200 очков опыта блин блин мне он 3500 осталось до следующего уровня нормально можно можно нужно проходить так вот все квесты так ну я их освободил давайте пи подкроем статус в дыре ого сколько тут квестов я все выполнил 13 квестов круто очень очень круто так и теперь у меня спаситель проклятых 1225 карма там в принципе можно рыть могил я думаю столько могил нету чтобы все так понизить карму но зато там добавится копатель могил это точно в карме тут у меня типа есть спаситель проклятых там чемпион по боксу и будет еще копатель могил так бартер надо побегать кстати поискать патрончики мне надо для винтовки патроны потому что винтовка очень крутая и вот для нее надо патрончики ну да ладно я наверное сам побегаю поищу патрончики будет если будет время и надеюсь я не выполню больше никакого параллельного квеста эй-эй-эй отойди-ка сейчас еще в этой спрошу патрончики так о тысячу спасибо не откажусь не откажусь давай еще тысячу крышек нормально хотя надо было наверное не брать может карма увеличилась хотя и так карма нормальная так сейчас я еще сбегаю сюда вниз там все-таки этот убежище для братства братства какого-то ну если не откроет то тогда забегу еще к этому смите который мне машину продал вот мудила это братство какое-то у них офисы вот эти филиалы я смотрю тут еще где-то был но пускать никак не хотят так супер набор ладно все теперь точно все всем спасибо за внимание всем пока